Это третья часть бесплатного обучения по децентрализованным финансам. И речь пойдет в этой части о моей стратегии, о том, как инвестирую я и почему. Начать хотелось бы с банальной финансовой грамотности, ведь еще в 2010-2012 году я узнал очень хорошее правило, что инвестировать нужно с малого, что инвестиция – это дисциплина. Это последовательная дисциплина, когда ты раз в месяц откладываешь какую-то сумму денег, отложить которую есть возможность, и инвестируешь ее в те или иные финансовые инструменты. Кто не понял, тот поймет. Я не помню точно, где я это услышал, по-моему, это было какое-то видео, и в нем было четко сказано, что инвестируя каждый месяц определенную сумму денег, вы придете к большому капиталу. И действительно, оглянувшись назад, я могу смело сказать, что это работает. Сейчас появилась куча умников, которые говорят, да идите вы на эту тысячу лучше, улучшите качество вашей жизни, чем инвестировать это. Не заработаете вы никогда миллион с этой тысячи рублей. You serious? Тысячу рублей у нас первоначальный депозит. Тысячу рублей у нас в пополнении идут каждый месяц. Процентная ставка поставим 40% в год, это вполне реальный процент в крипте. Кстати, без преувеличений. И количество лет ставим 10. Миллион двести тысяч рублей. 120 тысяч рублей всего мы вложили. Миллион заработали. Десять иксов, друзья. Кто-то может сказать, что инфляция съест все. Но давайте не будем забывать о том, что наш капитал будет находиться в крипте. В более защищенном активе, нежели рубль. Да и если взять рубль, то миллион рублей, что 10 лет назад, что миллион рублей сейчас, это очень неплохие деньги. Действительно. То, что у меня сегодня есть какой-то капитал, это заслуга того парня, который в 14-15 лет шел и отправлял ежемесячно эту тысячу рублей. И я помню, как у меня там было тысячу рублей, потом три, потом четыре тысячи рублей в месяц. И вот у меня уже какой-то капитал. 30 тысяч рублей. Диверсифицированный. На него укуплены различные акции. Он гений. Да, были моменты, что все снималось, все выводилось. И терял я не раз эту инерцию. Но в один прекрасный момент, с увеличением моего дохода, эта инерция сохранилась. Вы, наверное, слышали всякие шезотерические высказывания по типу того, что деньги притягиваются к тому, кто к ним готов. Бред какой-то. Так вот, что значит вот это вот готов? Мне всегда было интересно. И сейчас я четко понимаю, что вот эта готовность к деньгам, это дисциплина, когда ты знаешь, что с ними делать. И когда у тебя есть четкое понимание, что сначала 10, потом 20, потом 30% от дохода отправляешь в инвестиции, в нашем случае в крипту, в децентрализованной финансы, то когда к тебе приходят эти большие деньги, ты по инерции начинаешь их отправлять туда же. В отличие от людей, у которых этой финансовой дисциплины нет. У них появляются деньги, и они их начинают тратить. У них вырастают потребности, и они постепенно просто тратят свои деньги. А когда источники дохода исчезают по разным причинам, мы живем в очень динамическом мире, сразу же за спиной очень часто у них ничего не остается. И это большая проблема. Поэтому давайте вырабатывать привычку инвестировать правильно, инвестировать последовательно, инвестировать каждый месяц хотя бы на какой-то небольшой процент. Это неизбежно приведет к тому, что вы начнете увлекаться и интересоваться этой темой. Вам будет не хватать денег на какой-то проект, чтобы в него зайти. Вам не будет хватать денег на то, чтобы диверсифицироваться и войти сразу в 20 проектов, потому что всего 1000 рублей. И у вас появится искренняя мотивация инвестировать снова и снова. И когда в вашу жизнь придут большие деньги, вы будете точно готовы. Вы точно так же будете их инвестировать, только вы скажете «Да!» Наконец-то я могу купить все в инвестициях, что бы мне хотелось. Поучаствовать в 10 новых крипто стартапах, а не в одном. Зайти в проект, который мне нравится на всю котлету, но в разумных пределах. И, друзья, у нас у каждого абсолютно свой уникальный путь, в том числе и инвесторский. Стратегия, которую сегодня я вам покажу, это моя стратегия. Личная. И она не подойдет каждому. Нужно взвесить все «за» и «против» и написать свою стратегию, которая нравится. Со временем, поверьте, она будет в любом случае видоизменяться. Но это будет ваша стратегия, которую вы для себя придумали. И начать хотелось бы с цели моего инвестирования в DeFi и в криптовалюты. Самая главная и первая цель моей жизни в точке зрения накопления капитала – это накопить как можно больше биткоина. 100% моих средств я инвестирую в биткоин. Да он же ебаный псих. Я бы, наверное, мог рассказывать несколько часов, почему это самый выгодный и самый правильный способ инвестирования. Но перечислю самое главное. Вы знаете, появилась куча умников, всяких 50-летних взрослых мужчин, которые сидят и говорят «Вот биткоин снетрализован. Вот биткоин можно контролировать. Если будет больше 50% биткоина у одного какого-то держателя, то биткоином можно будет управлять». Полнейший бред. Полнейший бред. Извините, у меня аллергия на чушь. Биткоин – это первая и единственная децентрализованная криптовалюта, которой невозможно управлять. У биткоина слишком огромные мощности, касаемо майнинга, есть огромные фермы и так далее. Каждый перевод, каждая абсолютно транзакция подтверждается всей сетью. Вы представляете? Все вот эти тысячи-тысячи компьютеров говорят «Да, эта транзакция валидна, да, эта транзакция правильная, да, она безопасна, да, окей». И абсолютно пофигу, долго, недолго она идет. Биткоин – это самая безопасная монетарная система на сегодняшний день, благодаря которой можно передать любую ценность с точки А в точку Б за считанные минуты. Это не Солана, которая может выключиться 10 раз за год и быть просто офлайн. Никто не может пользоваться сетью. Это не эфириум, 70% мощностей которого находится в облаках Амазона. То есть в любой момент, на любой из блокчейнов, на самом деле, существующих, может оказаться давление, которого блокчейн просто не выдержит, в отличие от биткоина. То есть есть биткоин и есть все остальное, что можно как-то законтролировать. Биткоин законтролировать не получится. К сожалению, люди не хотят изучать, не хотят сравнивать блокчейны между собой. Но ведь достаточно прочитать пару книг. Я их, кстати, выпубликовал у себя в Телеграм-канале. Кстати, друзья, вот видео, которым я объяснил, как безопасно хранить крипту. Кстати, многие не знают, что сетфразу из 12 слов можно дополнительно защитить 13-м словом. И если злоумышленник ведет только 12, то у него будет просто пустой кошелек. Если все бандиты, все крупные корпорации, государства выкупят 60% мощностей биткоина, то произойдет следующее. Произойдет форк. По правилам консенсуса, вот 40% честных майнеров, у них будет своя сеть, а вот у этих государственных другая сеть, где будет 60% их мощностей. Ну и как вы думаете, какой сетью будут пользоваться люди? Будут пользоваться, конечно же, этими 40%. Это и будет оставаться та самая ценность биткоина. А эти 60% обесценятся за считанные дни. Ребята, если вы видите табличку, которая повсюду, там биткоин, одна транзакция с 10 минут, эфир 15, у нас 5000, у нас новый блокчейн, мы крутые, скорость вообще ничего не значит. Эти 5000 транзакций не будут стоить и 0,01 одной транзакции биткоина. Потому что биткоин, когда происходит вот эта одна транзакция, получается одно подтверждение. И это подтверждение идет со всей сети, со всех мощностей. То есть сотни тысяч устройств говорят, да, эта транзакция валидна, с ней все хорошо, мы ее подтверждаем. В отличие от любого другого блокчейна, в котором мощностей нету и, ну, близко вообще не существует. Ну, типа того, да. Короче, биткоин это надежно, безопасно, приватно. Биткоин позволяет тебе действительно быть держателем твоей валюты. Про что вообще забыли, все забыли про то, что биткоин создавался как монетарная система, где можно без третьих лиц совершать транзакции. Еще хотелось добавить вот по поводу быстрых транзакций. Ребята, знаете, где быстрые транзакции? Они в банке. Но вы прекрасно понимаете, к чему это приведет. Ну и что уж говорить о том, что любой абсолютно альткоин, любая крипта на дистанции по отношению к биткоину теряет в стоимости. Об этом почему-то вообще никто не говорит. Короче говоря, каждый месяц на определенную сумму я подкупаю биткоин, после чего уже с ним работаю, закладываю и на заложенные деньги, там, например, на ави, я уже совершаю какие-то действия. Итак, перед вами моя стратегия. Здесь давайте начнем с этой колоночки. Это медвежий рынок, здесь бычий рынок, когда все растет, когда все падает. Вот такое у меня распределение по направлениям. 40% биткоина у меня всегда лежит в нетив. И вот почему. 45% биткоина у нас отправляется в DeFi, где я его закладываю в Favi и беру в залог какие-то стейблкоины или альткоины, которыми я буду в дальнейшем пользоваться. И 15% в стейблкоинах. Стейблкоины нужны всегда на кошельке, особенно на бычьем рынке, когда все падает, чтобы докупить биткоин, если он упадет еще ниже. То есть я докупаю биткоин каждый месяц всегда лесенкой. Абсолютно бесполезно пытаться поймать дно. Абсолютно все трейдеры, которые пытаются найти дно, всегда будут проигрывать тем, кто закупается лесенкой. По 10%, по 5%, по чуть-чуть. И усредненная цена всегда у них окажется ниже. Далее разберем пропорции активов, которые у меня на руках, уже после того, как я отправил биткоин в залог и взял под него какие-то там альты или стейблы. Значит, 70% моего портфеля должен составлять биткоин. 20% моего портфеля должны составлять альткоины, которые я закупил, чтобы отправить их в DeFi работать. С одной простой целью, чтобы когда рынок пошел вверх, я их продал и докупил на это биткоин. Продавать я тоже, конечно же, буду лесенкой. Подрос я чуть-чуть скинул, подрос еще, еще скинул. И чем перспективнее и устойчивее, мне кажется, тот или иной альткоин, тем позже я его буду продавать. Альткоинов мы закупили на 20%, чтобы их продать и получить на это стейблкоины на следующем буллране. Стейблкоинов у нас должно оставаться больше 10%. И сразу объясню, в данной табличке указываются значения, к которым стремится мой портфель. То есть я стараюсь балансировать вот к этим значениям, чтобы минимум 10% у меня было в стейблкоинах. Именно фармилось с точки зрения DeFi, там есть инструменты, мы о них будем разговаривать, которые позволяют приумножать стейблкоины. Чтобы, если что, я мог дозакинуть какой-то инструмент дополнительно стейблов. Значит, больше 20% я стараюсь, чтобы были альткоины. Потому что альткоины – это наши перспективы, это наши иксы, которые могут превратиться впоследствии в еще большее количество биткоина. И 70% биткоина. Вот здесь цифры, конечно же, плавающие постоянно. То биткоина больше, то биткоина меньше, то его значительно меньше, потому что стейблкоин какой-нибудь отскакивает вверх. То его значительно больше, потому что киты любят пампить какие-нибудь альткоины, и альткоин отскакивает в портфель вверх. Биткоина, соответственно, становится меньше. Но это примерно те значения, к которым я стремлюсь. И дальше интересный момент, что у нас происходит на обычном рынке. Значит, здесь у нас все то же самое, а здесь у нас стейблкоины, которые мы откладывали, которые мы копили. Если рынок будет падать, у нас переходит в хай-риск проекты. Хай-риск проекты хороши для меня тем, что можно словить там вот эти 50-100 иксов, поиграв в лотерею. Так или иначе, это всегда будет лотерея. Но с качественным и долгим анализом проекта. Если я прочитаю документацию, если я пообщаюсь с фаундерами, если я изучу все досконально и пойму, что это может быть очень и очень перспективно, я инвестирую в этот проект. Я даже больше скажу, порой я в хай-риск проекты захожу даже на медвежки и на небольшую часть от моего портфеля. 15% это не значит, что в один проект. Это может быть 5-10 проектов. От 1 до 3% от портфеля. Это максимум. И самое главное правило в хай-риск проектах это не влюбляться в них. Они способны дать очень большие иксы, но нужно выводить прибыль уже в первые месяцы. Чтобы впоследствии зафиксировать, опять получить стейблы, которых у нас уже 25%, потому что альткоины мы все на бычьем рынке в пике должны уже распродать. Ну и соответственно хай-риск проекты, как только у нас вырастает, мы их тоже перезакидываем в стейбла. Чтобы на следующем медвежьем рынке, а это история неизбежна, рынки цикличны, они растут и падают, нам докупить еще больше биткоина. Ведь биткоин на дистанции все равно будет дороже. Ребята, я вас очень прошу создать максимальную активность в комментариях. Задавайте все вопросы. Я понимаю, что для многих вот эти две таблички покажутся немного странными и по математике может что-то не сходиться. Но вторая табличка – это примерное значение. Первая же табличка – это точное значение. 45% DeFi, 15% стейблкоина, 40% биткоина у меня лежит в нете. Задавайте ваши вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь. Боже, я никогда не ожидал, что я буду вот это все говорить. Всегда смеялся над этими людьми. Ставьте лайки. Но за что боролся, на то и напоролся, как говорится. К сожалению, без этого никуда. Друзья, жду от вас поддержки. Спасибо. В следующем видео ждите бомбический контент. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok